Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Про это, я надеюсь, мне удастся рассказать Это тем, что похоже из всего известного нам мира Вот только эта точка обладает тем, чем обладают здесь все присутствующие То есть сознанием Я не хотела бы на тему сознания много говорить Как минимум по той причине, что я не знаю, что это такое Но поскольку, особенно после моих телевизионных бесконечных появлений Даже не знаю, куда сбежать от этого Все сумасшедшие мне пишут письма Одно из них я получила сегодня Да, и написано там было следующее Они вообще все одинаковые эти письма Они написаны, вероятно, под копирку И всегда пишут инженеры И всегда там бывает написано Вы говорите, что вы не знаете, что такое мозг Как он функционирует И что такое сознание Я вам сейчас объясню Значит, в аттачменте содержится Моя рукопись 986,5 страниц Внимательно ее прочтите Перед смертью, я бы сказала Да И подробно откомментируйте Поэтому у меня кнопочка такая Делит Как у всех, да? У нее вмятина вот такая Так вот, тот, кто написал сегодня Было написано все это же Только там была прелестная добавка У меня есть 168 определений сознания Вот вы бы его вызывали Потому что Как я, так и все мои друзья Большая часть этих друзей Именно проблемой сознания занимаются Не имеют ни малейшего представления о том, что это такое Ясно, что люди Имеют Такие странные склонности Изобретать разные механизмы Которые все более и более сложны Вот этот механизм Был изобретен Бог знает когда А именно, скажем, в 13 веке Для того, чтобы можно было читать Одновременно много книг Вот человек садился сюда И вот перед ним крутилась эта штука Как видите, там в книге Слышно стоят И он их читал Мне кажется, что это Это окна на самом деле Окна в смысле Windows Book wheel Видите? То есть это книжное колесо То есть В эту игру Люди вообще стали играть довольно давно И Под этой игрой Я имею в виду То, что связано С изобретением Каких-то невероятных вещей Вот это яркий пример того Но дело в том, что любая из вещей Является невероятной Если она до этого не появлялась На человеческом горизонте И самых главных открытий Мы, естественно, вообще не знаем Например, я бы очень хотела знать Кто изобрел ложку, скажем Или иголку Да, или ножик Вот это самые главные Леонарды Но И тогда это казалось невероятным И это, разумеется Огромные прорывы В Ментальности Самые главные прорывы Потому что они нашу цивилизацию Создали Именно Вот не такие экзотические штуки Это, так сказать, веселье просто Вот А вот такие, как бы, простые вещи И Эти простые вещи Создались благодаря тому Что у нас мозг невероятный Но Со свойственной мне любовью к людям Это все в кавычках нужно Я хочу заметить, что Выдумывание Полезных, необычных И на самом деле сложных Объектов Не является Как мы теперь знаем Спецификой именно человека Те из вас, кто А в ютубе Вы это можете с легкостью найти Кто видел, что вытворяют животные Например, врановые А это птицы То Они могут убедиться в том Что там часть этих врановых Ведет себя Как архимед То есть добирается Ну, видели, наверное Те птицы, которым Дают сосуд с водой А птицы пить хотят И им нужно Туда башку засунуть Для того, чтобы попить А остроумные Садисты Исследователи Здесь не сделали так Чтобы голова туда не лезла Вот И тогда птица начинает Ходить, ходить, ходить Собирает камни Почти в библейском смысле Да И пихает их туда В это ведерко До тех пор Пока не поднимется Уровень воды Это кто был При этом Я хочу сказать Что То, чем мы так гордимся А именно Что у нас крупный мозг Сложно организованный Что у него есть кора Извилины И все это Это все отсутствует У этих птиц Равно как То, чем мы еще гордимся Что дает нам возможность В отличие от меня Прекрасную речь Артикулировать Это Артикуляторные органы И так далее Отсутствует Попугаев Которые говорят Голосом Неотличимым От того Кого они копируют И что-то Я не вижу У них руки Которой мы так гордимся У которой все пальцы Вот так Вот этот так И это дает нам Возможность Орудие труда использовать Тысячи видов Используют Орудие труда Поэтому Когда всем нам В школе А впоследствии В университете Говорили Что труд создал Человека Это Энгельс Нам все наврал Потому что Потому что Это не так Одним словом Я Я хочу Показать вам вещи Которые меня Само очень удивляют Вот Иржи Келя Это Балетмистер Чешского Происхождения Уже давно Работающий В Голландии Возглавляющий Современный Балет Голландский Он один из лучших Валетмистеров Мира Я несколько лет назад Была Будучи норвежским Академиком Я могла себе позволить Поехать в оперу Восло Правильно? Вот И там выступала Эта труппа О которой я ничего Не знала Я пошла именно Здание оперы Посмотреть Очень Красивое Необычное Вот И Ну мне сказали Что там будет Современный балет Ну я думаю Я люблю Современный балет Почему же Но когда я увидела Вот то картинки Челова здесь Видите К сожалению Это статика Если бы это была Динамика То Я надо сказать У меня вообще крыша поехала Потому что Я думаю Этого не может быть Они нарушают законы природы Нельзя зависать В таких позах Они делают вещи Которые противоречат гравитации Понимаете Они принимают позы И Изгибают свое тело И движутся Так как не может Существо двигаться И я тогда подумала Вот до чего дошел Антропогенез Подумала я До чего можно Дотренировать свое тело Чтобы оно могло Делать такие вещи Почему я об этом говорю Я Не про искусство лекцию читаю Но отчасти про искусство Обычно Что в быту люди думают Да Что все балерины дурочки Правильно Спортсмены тупые Балерины дурочки Я надеюсь Здесь нет Нет Ну такое бытовое мнение Я хочу сказать Что это абсолютно Не соответствует Действительности Не потому что Не бывает Сколько Вы что думаете Нет учетных дураков Я среди них живу Поэтому вопрос Не в специальности А вопрос в том Что Если я специально взяла Обсуждаю ситуацию Не интеллектуальной деятельности В таком В прямом Буквальном смысле А двигательной Вроде бы Вот Я просто Некоторые слайды По-английски Потому что Невозможно переводить Вот красным Обозначены Те отделы Музга Которые Участвуют В танце В смысле В обеспечении Правильного танца И это Отнюдь не весь список Когда я Наткнулась На Этих Артистов Валетных Я так была Поражена Думаю Я не понимаю Как это может быть Потому что Ничто не шевельнется У нас Если мозг Не даст приказ Понимаете Они не ногами танцуют А мозгом И поэтому Что же делается В мозгу У людей Которые Вот такое Вот вытворяют Я стала искать Литературу Не про эту группу Конечно А про то Что творится В мозгу Во время танца И оказывается Довольно много работ За последние годы И эти работы Говорят о том Что там Нейронная сеть Такую сложность имеет Представьте себе Значит Одна нога Одно танцует Другая Другое Да Руки Голова Тело Они находятся В С одной стороны В гармонии Друг с другом С другой стороны У них разные партии Нужно Держать баланс Так чтобы Не грохнуться На сцене Нужно Выдерживать ритм Нужно выдерживать мелодию И это происходит Одновременно То есть нейронная сеть Там должна кипеть Просто Поэтому это Очень сложная работа Такая же Сложная работа У тех Кто занят музыкой Ну вот Кстати Вот Примерный список Того Что происходит Во время танца Нейронной сети Вот видите Сколько отделов Занятые Каждый из них Занят своим Заметим Уши Слушают Да Глаза Смотрят Это же все Одновременно Происходит И тело Двигается И двигается Очень точно Причем Эта точность Еще и не Одиночки А группы То есть Скажем Если Предложить Эту тему Обсуждать Людям Которые Занимаются Искусственным интеллектом Роботами Действующими Группами То Они Поймут Как сложна Эта история Потому что Вот скажем Есть чемпионаты Мира У роботов По Футболу И кстати Российские команды Выигрывали Уже не раз Представьте себе Сложность задачи Значит У каждого Есть своя роль Роли всех Меняются Ежесекундно То есть Нет стабильной Ситуации Очень похоже На то О чем мы говорим И Нужно опознавать Свой-чужой И этот Свой-чужой Не так просто Опознаваем Потому что Разумеется Противник делает Все чтобы Не быть опознанным То есть Короче И это Командная работа Командная работа Которая Находится В динамике Это не то Что сделал Остановился Отдышался Это онлайн Это же идет Все время Так что Возвращаясь К людям Вот когда Речь идет О танце То Смотрите Сколько Уча И это Отнюдь не Весь список Когда мы Будем говорить О музыке Я вот специально Этот разворот Делаю Такой Потому что Все-таки Искусство Это то Чем пока что Насколько мы знаем Животные не занимаются Кроме дрессированных Что не интересно Ну просто Это другая тема Вот А вот у людей У них есть Какое-то Вот интересно Почему я сказала У них Никогда не знаю Что вылетит Да Так вот Есть какая-то Странная Такая особенность Вообще Вот откуда Это искусство Взялось На нашу голову Вот скажите Меня с детства Интересует Вот предположим Лежит эта штука Вот она уже есть Правильно? Лежит Ее зачем рисовать? Хочу чтобы Мне ответили всерьез Как будто Я не из Венеции Приехала с Марса Зачем ее надо Повторять Лепить Рисовать Ну хорошо Можно было сказать Чтобы не забыть Но это Вы понимаете Не выдерживает Много причин Например Например Надо кому-то Рассказать Куда мы сейчас Пойдем Для того Чтобы добыть еды И отсюда Такая первая Но это Это прагматичное решение Дальше мы говорим Декоративное решение Украсить глаз То есть Какие-то там Те же самые Нейронные сети Реагируют на что-то Что дает Возбуждение Мозгу Для жизни А мышки Рыбки Чего же? Ну Несколько В пещере Можно держать Аквариум Нет А у рыбок Есть целая Экен Они двухмерные А двухмерные Они могут Привезти Ну вообще Понятная Да ситуация Что-то здесь Коммуникативная штука А? Коммуникативная штука Рисунок Схема Изображение Пошли Все Особенно черный квадрат Невероятно И красный Невероятно Коммуникативную силу Будьте осторожны С этим мы разберемся Я заметил Ни слова плохого Не сказал Да Так вот Ну хорошо Не в этом дело Важно то Что почему-то У людей Есть Желание Создавать Такие вторые Реальности Вторые Действительности Вот Лотман Про это много писал И еще куча людей Естественно Почему-то Нужны эти Вот Другой мир Который Влияет на Людей Уж точно Не меньше А возможно Больше Чем реальный мир То есть Как Лотман Говорил До того Как Тургенев Не написал Своих Тургеневских Барышень Не было Никаких Тургеневских Барышень Ведь идея Лотмана Заключается Вот в чем Что не Искусство Изображает Жизнь А искусство Творит Жизнь Оно что-то Придумало И поехало Концептуальное Искусство Отсутствовало Пока Отсутствовало Как только Оно появилось Вот Вся эта Бесовня Пошла Я как-то Была Много лет назад В советское время В доме книги В Петербурге И зашла Я там На второй этаж И увидела Там висела Вот такого размера Репродукция Картины Бродского Ленина Смольным Или еще Что-то Совершенно банальное Абсолютно Неинтересное В каком-то кресле Он там сидит Никогда бы Я про нее Не только что Не вспомнила Вообще Не посмотрела Даже на нее Потому что Банальная Абсолютно Неинтересная Вещь Если бы Не один Трогательный Момент Их Висело в ряд Пять Одинаковых А это Это уже Называется Постмодернизм Так это оно Так вот Откуда Вот эти штучки В людях Есть вот это Желание То есть Пока Как только Тургенев написал Свою Тургеневские Барышни Все стали Падать в обморок Потому что Так полагается Соли Нюхательные Оживлять Значит Как-то Появился Рахметов Все легли На гвозди Проверять Значит Как То есть Вот такое Вот Желание Создавать Какие-то Именно В кавычках Ненужные Вещи Вот оставим В покое Коммуникацию Я вот просто До предела Довожу Когда коммуникация И так понятно А вот Ситуация Когда Неизвестно Зачем Или Хороший Зритель Хороший Режиссер Хороший Актер Висит Простыня В Техасе На ней Бандит Обижает Хорошую Девушку Значит Что делает Хороший Зритель Он вынимает Кольт Правильно И стреляет В мерзавца Значит Нет ни мерзавца Ни барышни Вообще Этого ничего Нет Это все Выдумка Сплошная Пятна На ткани А однако Это В случае Соблюдения Взаимного договора Одни хорошо Играют Другие хорошо Смотрят Вот такие вещи То есть Что-то тут Есть какая-то Штучка Такая есть Эта штучка Между прочим И наш язык Потому что Вполне Можно было бы Без языка Общаться Кстати говоря Одна Я имею ввиду В нашем смысле Языка Язык Это все Если Цветочек Синий Справа А зеленый Слева То входи А если наоборот То не входи То есть Что не язык Все язык Вот Но Когда начинаются Вот такие фокусы Как наш язык Человеческий То Здесь же Другая История И есть даже Точка зрения Такая И ее автор Между прочим Хомский Крупнейший Лингвист 20-21 века Он говорит Язык вообще Был придуман В кавычках Естественно Придуман Не для коммуникации Потому что Для коммуникации Он Плохой Он был придуман Для мышления С его помощью Надо обдумывать И формулировать Информацию Которая к тебе попадает Хорошая коммуникация Какая? Азбука Морзи Здесь Простучали так А здесь Так получили Вот тебе хорошая информация А в человеческом языке Что? Там ничто не равно Ничему Никогда Все зависит от того Кто сказал Когда После кого Каких он Взглядов Придерживается С кем он уже Поругался С кем только собирается То есть Это зависит От миллиона причин Поэтому Трактовки Одних и тех же Текстов Могут доходить До тысяч То есть Для коммуникации Он плох А что? Ну языков Человечества Не у человечества А у человека Много Не будем Перечислять их все Потому что Ну понятно Что это длинное дело Но уж как минимум Это жесты Выражения лиц Одежда Это музыка Это математика Это все Человеческие языки И там еще Довольно большой список Когда Мне даже Самое Надоело Про это Говорить Но все-таки Скажу еще раз Здесь Изображена Изображена Активность Мозга Во время Джазовой Импровизации То есть Это реальная Картинка Не нарисована Карандашиком Брейн имиджин Почему я сейчас Про это говорю Потому что Если на что-нибудь И похоже То что происходит Ой Не закрыли бы эту штуку То я вообще замолчу Если на что-то И похоже То что происходит В мозгу То на Jam session Если вы помните Что это такое Jam session Это когда В определенное место До которого договорились В определенное место И время Съезжаются музыканты Которые будут играть Нечто При этом У них Нет Не было И никогда Не будет Партитур У них нет Не было И никогда Не будет Дирижера Большая часть Из них Никогда Не встречалась И они Начинают Сыгрываться Что-то Как это Происходит Каша Вариться Начинает И они Как там Принюхиваются Прислушиваются Присматриваются И потом И играют После чего Разъезжаются По домам Это то Что происходит В нашем мозгу При решении Любой Кроме Простых Задач Под простой Я имею ввиду Заученные Она может быть Совсем даже Непростая Но если она Уже Как бы Пошла Ну Она уже Идет Автоматически Тогда это Неинтересно А вот Когда речь Идет О Задачах Требующих Требующих Творческих Усилий То это Происходит Так Опять Так Я говорю Мне даже Надоело Это говорить Уже Но я не Вижу Другого Образа Для этого Моя претензия К мозгу У меня К нему Очень много Претензий Но Одна из Претензий Такова Что он Населен Бомжами Какими-то Этот Мост Населен Там Ничто Нигде Не живет Постоянно Если здесь Есть клиницисты То они Мне скажут Мадам Успокойтесь Есть зоны В мозгу Которые Отвечают За Речевую Продукцию Собственную У меня Сейчас Вот здесь Работает За восприятие Речи Вот тут У вас Работает За зрительное Тут И так далее Это моя специальность Так что можете Не сомневаться Что я знаю И это Правда Подтверждается В любой Клинике Мира Каждый день К несчастью В Тысячных Экземплярах Потому что Ранения Инсульты Травмы Опухоли Черт знает что И действительно Если у человека Повреждена Зона брака То он таки Молчит Это правда Но если мы Забудем Про клинику А будем Говорить Про Просто мозг Обычный Здоровый мозг И засунем Его В стиральную Машину Под названием Томограф Любой Не важно Какой В данном случае И дадим Этому мозгу Задания Разные Будем давать Если вы думаете Что при речевом Задании У него будет Сверхать Зона брака А остальные Будут молчать То ничего Подобного Там происходить Не будет Потому что При этом Участвует Внимание Участвует Участвует Все виды памяти Участвуют Да Ассоциативные Процессы Участвуют И так далее Слушание Участвуют Смотрение Участвуют И дальше По списку То есть Работает Всегда Весь мозг Значит Получается Что с одной стороны Там есть Места Жительства А с другой Стороны Их нету То есть В критической Ситуации Все оказываются Дома Если можно Так выразиться А без критической Ситуации Все болтаются Где-то На сходках На разных И еще Критические Ситуации Да Боюсь Что так Если посмотреть На Научные Исследования Музыкантов Во время Музыкальной Игры Такие возможности Есть это Серьезные Работы Видите Год То есть Это свежие Вещи То мы Также Видим Что Огромные Участки Огромные Участки Нейронной Сети Участвуют В музыкальной Вот этой Вот работе О чем Это говорит Нам Ну С разных Сторон Можно к этой Теме Подойти Но Я хочу Одну Важную Вещь Подчеркнуть Искусство Это не десерт Понимаете Можно Как большинство людей Думает Что Главные Серьезные вещи А искусство Это Если так уж Сойдется Жизнь То ладно То есть Как бы Стейк съел И пошел Домой А вот Уже будешь Ты там Кофе пить Или там Сыр Санкционный Да Пол чемодана Пармезана Я привезла Гранопадана Там тоже Ну в общем Я к чему говорю Что Вот как бы Заказать кофе Или пирожное Понимаете Это можно Можно есть Можно не есть Обычно Отношение К искусству Такое Что Я Молосерьезный Человек Мне некогда По вашим музеям Там ходить Вот В этом Большая ошибка Потому что Искусство Важно Для нас Не только потому Что лучше знать Кто такой Рембрандт А не Не знать Кто такой Рембрандт А Потому что Это меняет Наш мозг Это меняет Целиком меняет Нашу творческую активность Если Невозможно В одну лекцию Это вместить Все Но Если мы Посмотрим На то Что сделали Представители Искусства Для науки То мы Быем удивлены Потому что Импрессионисты Про зрение Узнали Такое На что У ученых Занимающихся зрением Ушло несколько Десятилетий После Импрессионистов Это правда Пруст Написал Про память Такое О Спасибо Настоящий друг Горячий Что Является Фундаментом Учебников По памяти Понимаете Никто из них Не был ученый У них У них Это У людей Искусство У них Есть какие-то Свои щупальца Они что-то Такое Выщупывают Из мира Чего Наука Делать Не умеет Поэтому Когда мы Говорим Вот так Как я Там Эту лекцию Назвала Что творчество Предназначение Мозг Творчество Это не обязательно Сесть и делать вид Что ты Рембрандт Понимаете Творчество Это Смотрим Там мир Как бы глазами Родившегося Человека Вот как Это Кассини Смотрит На землю Никто Никогда Не видел Вот В чем Задача Посмотреть На одни и те же Объекты Глазами Свежими Незамутненными Традициями Это очень Трудно Делать Если вы Помните Авторов Открывших Двойную спираль ДНК Вот Вотсон и Криг Все знают Я думаю Да ведь Что делали Вот Крига Я не застала Потому что Не застала А с Вотсоном Я знакома Они Эти самые Британские Студенты Которые проводили Время Исключительно В пабах Кроме того Там еще Привычка у них такая Это же Снопские места Они все делают вид Что они вообще Никогда не занимаются Что они просто Такие гениальные Способные Вообще Ничего не делаю Только за барышнями Бегаю И пиво пью А потом Сразу Нобеля Получаю Это конечно 90% Этого Мура Но кое-что Есть Эти двое Беспутников Да Они значит Где-то Болтались А потом Они шли По лабораторию Я конечно Я сжимаю ситуацию Разумеется Она не была Так Как Просто Но я не вру И они шли Мимо Столов На которых Были разложены Материалы Вот Их коллеги Этой дамы Которая не вошла В Нобелевскую Она тройку Должна была Войти Но она умерла А Смертно не дается Нобелевская премия Она уже получила Эти материалы Все Но их не поняла Понимаете Она их не увидела Они перед ней Лежали Только она не знала Что смотреть А эти два С похмелья Говорит Ты вообще Гляди Здесь что творится И это была Двойная спираль ДНК Я повторяю Это не было Так Юмористично Как я говорю Но это примерно Так и было Поэтому Фокус в том Что Мало иметь Вот как Ухтомский Говорил Как Мамардашвили Потом говорил Как куча народу Говорила Нет разницы Между субъектом И объектом Где кончает субъект Где начинается объект Объект-то лежит А толку-то Глаза нужны Чтобы объект увидеть Я кстати говоря Морочу голову людям Уже Скоро третий годок Пойдет Как я издеваюсь Музыкантами И математиками Как покрупнее Кого найду Сразу прижимаю И прижимаю Следующим вопросом Представим себе Что мы таки доигрались И всех людей смело Нету больше людей На этой планете Музыка и математика Остаются Непростой вопрос Потому что я не имею ввиду Партитуры И я не имею ввиду Написанные формулы Я не идиотка Я не могу задавать Такой глупый вопрос Музыка есть Математика есть Получаю разные ответы Пен Роуз Ответил мне Я его прижал Разумеется Да Он сказал Нет-нет Это человеческое А Галилей Чего писал Галилей писал Картина Природы То есть Математика Это язык природы Природы Это значит Математика Содержится В самой природе То есть Господь Пишет Галилей Написал Книгу природы Языком математики То есть Математика Это А люди здесь Причем Я тогда спрашиваю Планеты Что не знают Где им вращаться Что ли Или может Атомы не знают Что им делать Всем все известно Значит Здесь Загадка Это в другом И с музыкой Такая же вещь От того Что волны Будут носиться По этой комнате Ничего Не произойдет Потому что Ухо Для этого нужно И не просто Ухо В смысле Барабанная перепонка А барабанная перепонка Чтобы она пропускала Сигнал дальше И поехала в мозг Уши слушают Мозг слышит Глаза смотрят Мозг видит Точка Можем разойтись Вот в чем дело Для этого нужен Субъект Причем Подготовленный У этого субъекта На нейронной сети Должно быть Много чего Написано Для того Чтобы он Шнитке Мог понять Если бы Ополя Березинка Стояла Это очевидно Да И то Можно в кавычки Поместить И тогда Это уже будет Совсем другая история Как с этими Пятью картинками С Лениным То есть Это другая вещь В общем Короче говоря Искусство Не десерт Исследование Мозга музыкантов Говорит нам о том Что Как взрослые музыканты Так и дети Маленькие Которые Которые начинают Заниматься Музыкой Они приносят Непосредственную Пользу Своему мозгу Потому что Занятия музыкой Очень сложны Одна рука Играет одно Другая Другое Очень быстро Разные пальцы Разные С разным ритмом Но координированы Друг с другом Вообразите Что делается В голове Поэтому Люди Которые Занимаются Музыкой Не просто Становятся Хорошими Слушателями Для филармонии Повторяю Эту банальность Это и так всем Известно Они улучшают Серое вещество Меняется Его объем Даже Понимаете Так что Musical training Can affect changes At an anatomical level На анатомическом уровне Мозг меняется От того что Люди учатся играть На фортепиано На фортепиано Или там На чем угодно Не потому что Из них гириус получится Никто не рассчитывает Альберт Эйнштейн Специально привожу Именно физика Говорит Каждый человек Который слишком много читает Использует Только свой собственный мозг И использует Свой мозг Слишком мало Попадает В Лень Думанья Как бы То есть он Плохо думает Короче говоря Я знаю других ученых Которые говорят Ну сколько можно читать Как бы Ну бесполезное дело Вот меня спрашивают А вы читали такую же книжку Нет и не буду Мой ответ В одной Ну как было перечислено Я там во многих областях Одновременно работаю Но если мы забудем про это Возьмем любую из областей Скажем мозг и язык По каждый день Выходят десятки Тысяч Статей Понимаете Их нельзя прочесть И не нужно Зачем мне они Что я буду делать С этой информацией Международные съезды Которые собираются По нейронаукам Сейчас это Гигантские деньги Вкладывают Все крупные страны Вкладывают Огромные деньги В мозговые проекты Почему Что думаете Больше деньги Не буду тратить Что ли Почему в мозговые Потому что Если мы узнаем Как функционирует мозг Это изменит Нашу цивилизацию Всю сразу Это изменит Энергетику Образование Коммуникации Это изменит Все Поэтому никаких денег Не жалко на это Только очень трудно идет И трудно идет Не потому что Мало людей Или мало денег А плохо думается Нужен какой-то гений Который появится Народится И скажет Выбрасываем Все выбрасываем Смотрим иначе Вот Я обедала Со Смоловым Сегодня Мы полностью сошлись С ним Друг другу Сказали одновременно Одно и то же И что сейчас происходит Сейчас Когда изучают мозг С помощью томографов Я один из этих людей Ищут Адреса Проживания Разных функций Правильно Место Где щипчики Для краба Вот здесь Здесь пение Здесь чтение Здесь рисование Здесь игра на флейте Здесь игра в футбол А зачем Я хочу узнать Предположим Я знаю Все эти места Во-первых Их нет Точка Во-вторых Предположим Я спятила И по-прежнему Считаю Что они есть Зачем мне Эта информация Что она Мне дает Ведь ничего Не дает В познавательном Смысле От того Что я узнаю Что делает Каждый нейрон Мне говорят Мой приятель И коллега Анохин Говорит Вот сейчас Совсем немножко Время не пройдет И мы сможем Узнать про каждый нейрон Боже упаси Их больше 100 миллиардов Мне зачем Эта информация Что с ней делать Буду А поскольку Каждый нейрон Может быть Соединен С другими Местами В мозгу И этих соединений У каждого нейрона Может быть Скажем 50 тысяч Кто умеет В отличие от меня Считать У меня калькуляр То умножайте Вы получите Квадриллион Это не я Сочетала Я списала Квадриллион Связей Знаешь Такой квадриллион Это больше Чем Элементарных частиц Во вселенной Это запредельные Величины Они не нужны Никому Зачем мне это знать Эти съезды По нейронаукам Которые собираются Там Почти не бывает Теперь устных докладов Ну Завод там Две-три звезды Абсолютных звезды Мировых Которые там Остальные Это постерные Конгресс Который был В Сан-Диего Год назад Содержал Количество Постеров Которые А если вытянуть В одну линию Получится Крепко сидите 24 километра Зачем 24 километра Их нельзя Не только Обдумать Об этом вообще Заботиться О них даже Посмотреть нельзя 24 километра Это я даже Не представляю Что должно Со мной случиться Чтобы я пошла 24 километра Постеров Читаю Неинтересно Мне абсолютно Неинтересно Сам факт Что кто-то идет Он такой примечательный Никто не идет А как же Искусство Поэтому Этим я Не хочу Разумеется Сказать Что Прекращаем Все читать А делаем Все сами Это Разумеется Порочная мысль Я ее не имею ввиду Но я хочу Сказать Что Маньячить На тему Я читаю Все что 800 тысяч дураков Написали За сегодняшний вечер Вот не нужно Этого делать Этот Эмерсон Я не знаю К сожалению Как он Скажем Пу Произносится Он физик По Учебникам Которого Учатся Студенты Во многих Американских Вузах Как физики Умеют Он блестящую вещь Сказал Если бы мозг Был так прост Что мы могли бы Его понять Мы были бы Так просты Что не смогли бы Физики Конечно дают жару Вот это оно и есть Мы что Вот меня все время Я бесконечно Слушаю этот вопрос Говорит Вы как-то говорите Мой мозг А я думаю Вот что То есть вы что Отделяете себя от мозга Да отделяю Потому что Мой мозг Очень мощный И умный А я Слабая Женщина Без голоса Это серьезное Дело Вы что думаете Я не могу Представить себе Во-первых Здесь есть Некоторый абсурд А именно Мы сами изучаем Себя Ну предположим Мы скажем Хорошо Я буду Я сейчас совсем Идиотка То я скажу Я себя не буду изучать Я буду изучать Петю Это ничего не меняет Это ничего не меняет Вы можете мне сказать Хорошо Не изучай Петю А изучай Мышку наружку Потому что Она послабее Будет интеллектуальна И что Изучила я Никто не изучил Потому что Черный ящик От того Что мы Напишем Что у нее делает Каждый нейрон Не появится Информация О том Какой внутренний мир У этой мышки наружки Вот в чем беда От того Что я Нашинкую мозг Как капусту На томографе Что я там увижу От того Что я его там Раскрыли Посмотрели Там что написано Диепричастие Там ткань лежит И даже Если я про эту ткань Повторяю Буду все знать Это мне не добавит Ничего Я понимаю Что у меня Агностическое выступление Но это голос Виноват Я здесь ни при чем Мы также знаем Это все Заметьте Свежие вещи Это 15-й год И журнал Science Мы знаем Что не только Спираль ДНК Отвечает за Наследственные признаки Которые нам передают Я не планирую Сейчас на генетику переходить Я просто хочу сказать Несколько Важных вещей Во-первых Не только ДНК А во-вторых Существует много На тему О специфических Человеческих генов Все ищут Ген пения Чтения Рисования Говорения Естественно Ген памяти И так далее Ну и дурачки Потому что Не может быть Ни одного гена Не может быть Чтобы такие сложные функции Как вышеперечисленные Кодировались одним геном Забыть про это Не может быть Это не значит Что нам не надо туда лазать Потому что Во-первых Из прикладных соображений Потому что Шизофрения Имеет Наследственный компонент И нам неплохо бы Его вовремя выудить Аутизм Имеет Наследственный компонент Есть дети Которые По-русски Я даже не знаю Есть у них название А по-английски Это называется Children with specific language impairments Дети со специфическими Языковыми нарушениями Специфические В данном случае Важное слово Это значит Что это дети У которых Они не невротики Не психотики У них нормальная IQ Или что хотите Вокруг этого У них нормальный слух Нормальное зрение У них все нормальное И они побеждают На олимпиадах по математике Они не могут изучить Свой родной язык При этом они делают ошибки Не ранга Плюс к вам перфект Где любой человек Сделает такую ошибку А я имею ввиду Простые вещи Стол, столы Понимаете Элементарные вещи Они не могут Овладеть своим собственным языком Которым овладевают Миллиарды людей Включая очень глупых То есть Что же Что же такое То есть В генетике Много всего зарыто Это я могла бы Отдельную большую лекцию Читать Но не имею Такую возможность Например Сейчас Из-за Успехов В палеогенетике Когда научились Секвенировать геномы Очень древних останков Вот сейчас Наконец Завершились Экспертизы По царскому семейству Но это Относительно Недавнее Там правда Очень испорчено Все Как мы знаем Но И речи не было О том Чтобы посмотреть ДНК Наших биологических Предков Которым Скажем 170 тысяч лет А сейчас Это возможно сделать Это Меняет Наше представление О движении народов По планете Кто куда мигрировал Кто кому На самом деле Родственник Какие языки Родственные А какие просто Рядом оказались Это очень интересно Вот если бы я начинала Как бы свою научную карьеру Вот я бы здесь была Потому что это Просто сказка Что они сейчас умеют делать Например Мы всегда считали Что Еще несколько лет назад Я читаю лекции Студентам в Петербурге Говорила Неандертальцы Говорила я Глупо Снобиски Нам до них дела Никакого нет Они нам не родственники Бастарды Тупиковая ветвь Значит погибли И все Вот это все Меня правда И тогда интересовало А как это могло Получиться Что неандертальцы Которые жили Уже с людьми Современного Анатомического Типа Почему они не вступали В какие Любовные интрижки Друг с другом Что их могло остановить Задаю прямой вопрос Вопрос морали Отсутствовал Разумеется На тему Другой Значит здесь была Биология То есть другой Биологический вид А это мы В эту игру мы не играем Потому что потомство Неправильно Это мы так думали Все оказалось неправильно Отлично Они вступали в контакты В контакты И неандертальские гены На нашей планете У современных людей Присутствуют В разных дозах В разных местах Мы никогда бы этого не узнали Теперь знаем Более того Появились Если кто-то из вас Следит Вот очень интересный Кстати портал Антропогенез Очень интересно Появились данные Их же все время Откапывают Новых то И раньше откопали Положили А теперь Геном Можно смотреть Понимаете И оказываются же Вещи Которые отодвигают Скажем Возраст Человеческого языка Как минимум На десятки А может быть На сотни тысяч лет назад То есть Мы свою историю Человеческую Очень плохо знаем Потому что у нас Данных не было А теперь они появляются Это очень интересная Тематика К сожалению Не могу Все-таки Про творчество Если говорить Существует Нейронная сеть Часть нейронной сети Которая Вот так и называется Которая связана Именно с процессами Творчества И это специально Изучают Общепринято До сих пор По совершенно Непонятной причине Разделение На правое и левое Что правополушарные Они все креативные Очередные Пачки Писем Я сегодня получила Про это А левые Они не креативные Это все полное Мура Рон Написано Это не значит Что отменились Правое и левое Полушария Но это гораздо Более сложная история Не могу Про нее говорить Поэтому Мы знаем Что творческие люди Полифункциональные И имеют Широкие интересы В самых разных Областях Когда говорят Человек способный Он тебе и готовит Он на флейте Играет Он тебе и математик И так далее Во-первых Есть и другие Примеры А именно Умеет только что Это одно Но зато как никто Но Скорее Это правило Еще интересно Вот последняя фраза Такие люди И работают Больше Чем другие люди Потому что Им очень нравится Этот процесс Они работают Не потому что Полагается А потому что Это их жизнь И Я сегодня Как я с таким голосом Они меня записали Не знаю На России 24 Там меня пытали Про одаренных детей Если вы от бабушки Получили в наследство Рояль Стэнвей Лучший в мире То это наследство С вами разумеется Это ДНК Но на нем Играть надо учиться Вот в чем Мне приятность На нем Надо учиться Играть То есть Стать гением Нельзя Вопрос закрыт Гением Можно родиться Но родившись Гением Можно им Тем не менее Не стать Потому что Это требует Очень большой Работы Как правило Эта работа Идет сама Потому что Эти люди Просто иначе Жить не могут Они работают Всегда Им говорят Это что больно Что ли Иди гулять Он говорит Я и гуляю Что-то тут съехало Из разных компьютеров Но не важно Тем не менее Есть направление Как бы Распространение Информации По нейронной сети Которые связаны С визуальными вещами Которые связаны С языком И То что связано С вниманием И я Разумеется Не планирую Сейчас там Про внимание Рассказывать Наверняка Это известно Все Но Кое-что Все-таки Скажу Потому что Люди Которым Удается Управлять Своим Вниманием Они Им повезло Потому что Они как бы Отвлекаются От мешающих Интерферирующих Вещей Но одновременно С этим Они В этих Интерферирующих Вещах Могут И потерять Информацию Ты не знаешь Где ты найдешь Ты Идешь Искать грибы Нашел Бриллиант 12,5 Карат 48 миллионов Сегодня продан На сутбис Но шел Это за грибами Правильно Если бы Смотрел Только про грибы То бриллиант И не нашел Поэтому В мозгу Все связано С каким-то Странным Балансом Который даже Непонятно Хотел задать вопрос Но это идиотский вопрос Я хотел сказать Кто держит Этот баланс Но это идиотский вопрос Потому что Никто не держит Он сам себя держит Полагается Отвечать в духе Анохина Старшина Старшего А именно Мозг Сложная Самоорганизующаяся Система Если вам стало Легче от этого То я вам завидую Тем не менее Вот есть Вот такая Нейронная сеть Как бы Дефолтная Это интересное дело Давайте я лучше Поскольку Я как-то говорю Уже слишком долго Перескочу Немножко Для того Чтобы Войти В творческое состояние Нет Плохо я формулирую Потому что Это значит Что я даю Как бы Практические советы Я этого не имею ввиду Я имею ввиду Что творческий человек Он должен Может у меня даже Здесь есть Сейчас я скажу Ладно Хорошо Переедем Если удастся Переехать Творческий человек Он должен Отпустить Мозг На свободу Дать мозгу Бродить Как хочет Вот как кошки Бродят Сами по себе Не говорить ему Сядь там Подумать сначала Об этом Потом вообще Ничего Не давать ему Никаких заданий Пусть думает О чем хочет О туфлях О губных помадах О музыке Там Бином Ютона Вот что ему в голову Приходит Это первое условие Второе условие Не оглядываться На авторитеты Он не должен Помнить Что написано В учебнике Учебник Это прошлое Ничего хуже Учебников нет На земле Я вам точно говорю Потому что Все что там написано Уже прошло Уже другое Идет Я английским языком Пользуюсь с пяти лет Я хочу сказать Что я недавно Даже не знаю Какой черт Меня дернул Книжку взяла Это была грамматика Английского языка Для какой-то там Скажем Второго курса Чего-нибудь Я вам клянусь Пресвятой Богоматерью Я не поняла Ни одного слова Какой-то гений Ее писал Иванов Вероятно По фамилии Понимаете Вообще ничего не поняла Это какое искусство Это как надо написать Поэтому Не важно Что написано В учебнике Не важно Что Вам вчера сказали Пускай мозг Бродит Как бы Бродит Сам по себе Даже термин есть Wandering brain Привожу здесь Этот пример Потому что Люди У которых С творчеством Уж совсем полный порядок Они находятся В зоне Очень большого риска О чем Я думаю Вам Сто лекций Прочли уже Из них Большое число Платит За свою гениальность Болезнями Очень частотен Алкоголизм Очень частотны Психические нарушения Суициды И здесь Конечно Встает вопрос О курице И яйце То есть Это семейка Такая была Что в ней Все с собой Кончили Или Жизнь его Так сложна Он С такими вещами Сталкивается Что уже Как бы сил Никаких Это бесполезно Обсуждать Потому что Равно не так Вот так называемая Елизаветинская болезнь Вот текст Который здесь написан Написал Аристотель Так что Это древняя вещь Есть Исследователи Западные В частности Вот эта дама Которая Специально Прочесывала Семейство Знаменитые И Страшные Результаты Обнаружила Вот этой Подверженности То есть Ей недорого Платят В любом случае Вы Вопрос Который мне Сегодня Там на телевидении Задали А есть ли Что-нибудь В мозгу Что говорит О том Что это Гениальный мозг Вот ты смотришь На него Говоришь Это мозг гения Нет Отвечаю Нет Если кто-нибудь Вам скажет Что да Пошлите Его подальше Потому что Гениальный Это какой Что в нем Должно быть Он должен быть Большого размера Ничего подобного Если мы возьмем Сведения Это очень легко Добываются Эти сведения О мозгах Хранящихся В банках В прямом смысле В банках Разных Великих людей То мы Очень большое Разнообразие Это мы видим В том числе Очень маленьких Размеров Мозг может быть Или Какой-то Совсем кривой То есть Одного полушария Почти нет Патологический мозг А окажется Кто-нибудь Типа Паскаля Понимаете Поэтому К этому Надо очень аккуратно Относиться Не нужно думать Что картина Мозговая картина Показывает Это особый мозг Здесь есть еще одна большая опасность Как бы с другого бока Мозг преступника Я сама У меня дома лежит Журнал английский Где прям фотографии Эти Мозгов Да не преступников А мозгов И Из этого ведь что следует Из этого следует Что Приходят нейроученые И говорят Мистер Смит Потенциальный Убийца 50 девочек Перевешивает И перед этим Еще мучат будет Потому что Мы сканировали Его мозг И он такой Как у тех преступников Которых уже повесили За это Мистер Смит Еще никого не убил И возможно Не убьет А уедет в Индию Будет ждать Когда ему на голову Манго упадет Будет вас А не сидеть Всю свою жизнь Или Меня более привлекает Вариант В Швейцарии И дырвейцарии Выращивать Молоко Пить шоколадом Заедать Он ничего не сделал Значит Если мы идем На то что Мы согласны Принять во внимание Мозг Тогда мы Во-первых Мы Во-первых Мы нарушаем Основные принципы Нашей цивилизации Презумпцию невиновности То есть Не только невиновности А еще вообще Ничего нет Противники Скажут Вы что Нет Давайте мы его Запрем В клетку Зачем же мы будем ждать Нет Ну понимаете Это разрушительная вещь Ее нельзя делать Во-первых А во-вторых Это Аморально Еще Вот по какой причине Это перенос Ответственности С личности На ткань В Америке Возможно Не только в Америке Но в Америке Я точно знаю Что это было Там уже Появилась мода Во время судебного Процесса Подозреваемый Говорит That's not me That's my brain Ни хрена себе Не mind Заметим Он говорит А brain Потому что mind Это условно Скажем Сознание С кавычками С разными Но brain Это ткань Я мама Папа Разве я виноват Что вы меня Такого дурака Родили Правильно Ну Это вы виноваты Нечего было рожать Родили преступника Убийцу Значит То есть не я отвечаю А мозг мой отвечает Приехали Но это в эту сторону Идет Я вам хочу сказать Да Вот извините Здесь про Taxi drivers С другой стороны Мы знаем Что у таксистов Лондонских Зоны отвечающие За ориентацию В пространстве В несколько раз больше Чем у других людей Тут опять встает Бессмертный вопрос Про курицу и яйцо Думаю Что все таки Это на тему Не знаю Какую тему Он тренирует Эти зоны Понимаете В очень больших дозах Раз он их тренирует Значит нейронная сеть В этих местах Все время работает Серьезная вещь Поэтому Когда вот вы Где-то будете читать Или там Слышать Насчет того Что определенная деятельность Меняет мозг Это правда Она меняет мозг Люди Которые знают Больше чем один язык Имеют другую нейронную сеть И очень хорошую Они в выгодном положении Находятся Ясно что Можешь загнуться раньше Но если Ты все таки Должил до какого-то возраста И уже Альцгеймер Тебе приветливо Машет ручкой То в случае Если ты знаешь Больше чем один язык Факт встречи С этим негодяем Может это Отвенется год на четыре При прочих равных Не читайте цифру четыре Как буквально четыре Но я имею ввиду Потому что Мозг Этого человека Находится в состоянии Очень активной работы Понимаете Те зоны Которые Если Вот опять же Надоело говорить Если мы будем читать Журнал Лиза Или мы будем читать Этикетки От пятновыводителей Для Товров Или слушать Прелестные заявления Машь себе Физиономию Вот этим Потому что Ты этого достойна Она конечно Этого даст Которые К ней это идет То нечего удивляться Понимаете Серьезный мозг Должен заниматься Трудной работой Вот это я сейчас Главную вещь вообще скажу Трудной Для каждого Своя трудность Старушка Которая сидит И решает Идиотский кроссфорд Занято Трудной Для нее Работой А другой Должен Решать Теоремы Которую Никто в мире Не решил Это Как с фитнесом Вот я не хожу Ни в какой фитнес Я лентинка Но Люди туда ходят Зачем? Для того Чтобы тело Не распалось Раньше времени Правильно? Значит Если вы не хотите Стать печеным Баклажаном Тренируйте мозг Мозг Нужно тренировать Чтобы он работал Потому что Тогда Да это Это соединилось С этим Это с этим Это с этим Это с этим Это еще движется Это и есть Его тренировка Древние греки Имели привычку Интересную Ложась спать Они Должны были Вспомнить Максимально Подробно Что происходило За прошедший день Начиная с момента Когда они проснулись Повернулся Стало ухудшиться Память Вероятно Она его достала Этим В 86 У нее Стало ухудшиться Память Он сказал Аааа Память Хорошо Ты когда Говорили Чуть ли не в 5 лет Она захлопывается Все это Чистая мура Пластичность мозга Конечно Самая лучшая У маленьких Но Она не исчезает Никогда Пример Этой Дамы Она увлеклась Вообще Оторвать нельзя было От этого греческого Дело не в греческом А в том Что она Во-первых Прекратила его Доводить И занялась делом А во-вторых Прямую пользу Своему мозгу Приносила Поэтому Зависит от того Что вы делаете Вот Флоу стейт Это еще называется Вот я говорила Wandering brain Еще хочу сказать Флоу стейт То есть Надежда На какие-то Прорывы Открытия Неожиданные Решения Тогда Не тогда Когда вы Себе сказали С 3 до 5 У меня открытие Будет происходить А когда вы Ничего не делаете Нужно лениться Нужно бродить Просто И лениться Нужно себя Слушаться Вот если Вам Говорит мозг Все Пошли все Дальше По известному адресу Вот ничего Сегодня не делаю Просто вообще Ничего не делаю Хожу Сад вперед Это вот оно Гордак с квантовым миром Это не просто ошибка Это садись Два Ты просто плохо учил уроки Ты не знаешь Как устроены Элементарные вещи Каждый школьник знает Это открытие Мирового класса Не оглядываться Ни на кого Из того что Они так считают Не следует Что они правы Даже Если это Значительные И очень уважаемые Вами люди Не додумались Я не хочу Этими словами сказать Что все остальные дураки Вот это я такой красавец А там Не в этом дело Просто Может быть Ты додумался А он нет То что является ошибкой Для Всего человечества Уже больше Не является ошибкой С того момента Как ты это решил Творческие люди Учатся сами Начиная с раннего детства У них Они Авантюристы И испытатели Их плохо С ними плохо Иметь дело Трудно Учителей доводят Они любят рисковать И поэтому Они находятся На передовых рубежах В неизведанных Областях знания Гораздо проще Пойти по той дороге Про которой известно Вот это открыто Шашечка Это открыто Это не открыто Сделай полтора шага Ты ее откроешь Элементарная вещь Но это не Это не дорога Открытие Разумеется Они не боятся Оппозиционных знаний Это их подзадоривает Я по себе знаю Когда мне сказали Сейчас пойдешь Там в аудитории Вообще такое Я говорю Адресок Пожалуйста Нет Мне как раз Именно это интересно Понимаете Если вы мне будете Говорить Это стол А я в ответ Буду говорить Это стол Мы где находимся Творческие люди Оценивают 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 Я не люблю Я не люблю Я не люблю эти слова Правила неприятности В школе Они очень часто знают И понимают Больше учителей Они не знают Учебник Который учительница знает Наизусть Ну и что? Зачем этот учебник У меня была ситуация Когда мой сын пошел в школу И такая дура Учительница была Жуткая Просто И передо мной Встал непростой выбор Буквально Еще сейчас один пример Приведу Гораздо лучше Чем тот Который сейчас Я думаю Значит выбор такой Дура либо она Либо я Решение отняло У меня секунды три Я сказала Ваня садись Слушай внимательно Твоя учительница Дура Это не отменяет Того факта Что ты должен Готовить домашние задания По арифметике Там русскому языку И так далее Понял Чтобы не было иллюзий Что то что она говорит Это как бы Мы согласны с этим Вот А вторая история Есть такая чудесная дама Ее зовут Жанна Резникова Она занимается Интеллектом муравьев У нее книжки В Оксфорде вышли Там в Кембридже Найдите в Ютьюбе Она и сама на муравья похожа Сказочная женщина Я ездила смотреть на муравьев Это вообще Я вам скажу Это постмодернизм Особенно талантлив Номер 11 Номер 11 Ох какой талантливый муравей Четыре лупы Надо взять Чтобы его увидеть А в чем талант Есть не секрет Считает очень хорошо Отпал Ну в общем Короче говоря Он семейный Судя по всему Потому что у нее внук Который пошел Он еще в три года Она мне присылала Что он говорит И тогда я Недоброе почувствую А сейчас он пошел в школу Он такой знаете Маленький взрослый Серьезный И он что-то Стал приходить Первую же неделю Из школы Какой-то Вот серьезный Не то что он жаловался Они говорят А что такое Она кричит Но не жалуется Короче говоря Через неделю Она пошла его в школу забирать И скатилась откуда-то С небес Эта учительница Вот И сказала Знаете Ваш-то внучок Мне что сегодня сказал Нет откуда-то Я могу знать Он говорит Подошел ко мне Это вот такое размер Существо Подошел и сказал Я знаю Почему вы на нас Так кричите Именно в этом институте Интересно слышать Вы на самом деле Хотите нас убить Но не можете Но не можете Минутки Подождите Вы не знаете Последствий Но теперь Когда я вам все объяснил Вам станет легче Ребенок Ой, юнг Там адлер Отдыхает Теперь, Герка Я вам все объяснил Вам станет легче Я говорю Забирайте из школы Добра не будет Ну ладно Так что Наука и искусство Это бесконечно Может длиться Они не так Различны Как нам кажется И очень важно То что Вот я привожу Слова Шнитке Для образования Жемчужины В раковине Лежащей на дне океана Нужна песчинка Что-то неправильное И народное Совсем как в искусстве Где истина великая Рождается не по правилам Поэтому Вот скажем Если Пожалуй я на этом закончу Если Я бы Скажем Подбирала Сотрудников К себе В лабораторию Я-то знаю Где их подбирать Я их учу С первого Курс Тут они Готовенькие уже Вот Но если бы я вот Хотела подбирать Вот Из мира Как бы То я могу сказать Кого бы я не хотела Там иметь Отличников Мне не нужны девочки Которые вот так сидят Вот так руку поднимают Мария Ивановна Можно Там я воды выпью Мне не интересно Это У меня для этого Компьютер есть Вот те Которые все По правилам И те Которые все Выучили А наизусть То зачем Гугл Чего не знает Что-нибудь Я имею ввиду Простого Если сложное Так тогда Эти дурочки Мне не помогут Правильно А если простой То у меня для этого Есть товарищ Гугл Я ему напишу В каком году Наполеон Женился на Жозефине Через полторы Секунды Получу ответ Мне не нужны Эти люди Мне нужны Люди Которые Ничему не доверяют Которые везде Видят Как что-то здесь Не то Надо посмотреть Что там на самом деле Вот кто Славу нашей цивилизации Составляет Люди которые Понимаете У Медилеева Двойко По химии Да Еще целый ряд Художников Был выгнан У меня приятелю Я не буду называть имя Картины На сотбис продаются Три раза Эти академию художества Выгоняли за бездарность При этом Он не из тех Которые квадраты Рисуют Ничего против Малевича Я имею в виду Он прекрасный Рисовальщик Именно То есть у него Техника великолепная Но за бездарность Выгоняли все время Шемякина Сами знаете Что было Шемякину Огромный список Этих людей Все они Кто творник Кто пожарник Кто спился Уже Да Но Именно они Это делают То есть Закончу я Вот на чем Меня пытали На тему Одаренных людей Детей Вы знаете Да Этот бред Который правительство Придумало Счастливые люди Дмитрий Анатольевич Медведев Придумал Что нужно В течение Трех месяцев Месяцев Замечу Создать реестр Одаренных детей России Понимаете Креативный Я даже не буду комментировать Я даже боюсь Зачем это надо Нет Здесь нечего обсуждать Ну Страшная вещь Тем более Что Мы кого будем Вот тех Кого выгнали Из Академии художеств Понимаете Вот Они не попадают В этот реестр И Менделеев Туда не попадает Кто попадает Попадает тот Кого Под ударом Порки Научили решать Силогизм Кто не сумел спрятаться Да Напоследок Рассказываю Если здесь есть Нейропсихологи То Они может быть Знают фамилию Мерсон Я говорю Санж Мерсон Нейропсихолог был Клинице Мы сейчас куча лет Если жив В Германии живем Это на тему тестов И одаренности И это были Тридцатые годы Страшные дела Ему Я даже боюсь сказать Сколько ему лет И тогда Это педология была Знаете Когда всех тестировали Значит ты будешь Лекарщиком Ты будешь балериной Большого театра Ты будешь токарь Ты будешь летчик Ну вот Их туда Значит притащили Этот Яша Мерсон Из хорошей еврейской семьи Мальчик Скрипка Под мышкой Все пятерки Все как надо Приходит Ему задают вопрос Скажи Яше Что быстрее двигается Гусь или автомобиль Яша думает Этого не может быть Не может быть Чтобы они задали мне вопрос Такой Здесь подвох же Потому что очевидно Он говорит Натуральное дело Что гусь Он говорит Хороший мальчик Главное не волнуйся Все в порядке Все дети идут Учиться где учились А ты в специальную школу Он значит приходит домой Довольный Потому что ничего не понимает Говорит Папа, мама Все это будут учиться Где учились А я в специальной школе Они его порют Натуральное дело Ну вот И ползут на животе Чтобы переэкзаменовка была И там через сколько-то дней Он туда приходит И для начала разговора Или возможно Для снятия стресса Эти экзаменаторы Обращаются к нему с вопросом Ну что Кем ты хочешь быть И тут он делает Лучший шаг в своей жизни Он смотрит одних Примерно как внук Этой Рызников И говорит Хочу быть как Сталин Тест закончен Можете представить Судьбу этих тестировщиков В общем Коллеги дорогие Прошу прощения За свой гнусный голос Мне самой он Страшнее чем вам Я думаю Что внутренние эти По костям идет мерзость Вот И Что Интересная область Иначе бы я По моей лени Ни за что Не стала этим заниматься Если бы мне не было интересно Интересно Что так стали Смыкаться Области Которые раньше На большом расстоянии Друг от друга находились Вот мне кажется Именно В вашей среде Это важно Вот такие вот вещи Знать Что это не то что Как в какие-то советские времена Там физики Лирики Там еще кто-то Все по своим группам Этого нет ничего В мире Нет никаких Отдельных наук Понимаете Там Отдельно Птица когда летает Она не подозревает О том что есть Аэродинамика Есть специалист по когтям По перышкам По пищеварению Это птица Она не знает об этом Поэтому Тот мир В котором мы сейчас Находимся Это Некоторый возврат К тому что раньше Называлось Натурфилософия То есть Все обо всем И Уж если Так это слово Вылетело Я хочу сказать Что мне кажется Что роль философа Сейчас очень важна Потому что Тренированный Профессионально Тренированный Мозг Должен правильно Поставить задачу И он же должен Правильно Объяснить Как трактовать Те экспериментальные данные Которые вы получили Никакой радости От того что у вас будет лежать 18 тысяч тонн Разных кривых Понимаете Что с ними делать дальше Значит Здесь должен быть Профессиональный Обученный мозг Который скажет Так ставить задачу Нельзя Вы не получите ответ А нужно Вот так и так Это повернуть Тогда есть шанс Это профессиональная работа Поэтому это философы Не в том смысле Как раньше мы Это воспринимали Бездельники Такие которые там Вокруг ходят Нам мешают Это другая история Наоборот Это как бы Это серьезное Интеллектуальное Вмешательство В нашей науке Должно С их стороны Произойти Вот Спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Переходы И связано ли это Как с произведением Искусства Вы имеете Ввиду Конкретных людей Или людей Два случая Первый случай Это Первый Ну наверное Карманьонца Может быть Не андептации У них язык И вот Перехода языка Что с этим Я поняла И второй случай Люди Которые родились Духонемыми Которые Как они Вот Вот парадоксальным Образом Их На второй вопрос Я не очень могу Ответьте Хотя меня само Это очень интересует Просто как-то руки Не добираются Нет Конечно Можно прочитать Несомненно Потому что Есть институты Которые Работали с такими людьми В том числе Под Москвой Большой институт Такой Был по крайней мере Так что Это возможно Но я не хочу Лапшу держить Народу на уши А вот что касается Первого То это Мы можем еще Часов на пять Здесь задержаться Потому что У нас нет Вот давайте Вот откуда начнем Вот когда Копают Останки Древних людей То Встает вопрос О том Кто из них Люди А кто не люди Ведь это Неизвестно Это уже Человек Значит По анатомии Только Тогда мы должны Решить Люди Это кто Те у кого нет Хвоста Там Перьев И Клыков Каких-нибудь Особенных Нет Это не так Люди Это те У кого есть Язык У кого есть Высшие функции Как мы можем Узнать Нет Так здесь Противоречий Сколько хочешь Я вам еще больше Их высыплю Я просто говорю Разумеется Я даже еще Хуже вам скажу Сейчас говорят О том Что Специфические Человеческое Свойство Это то Что по-русски Это по-моему Называется Метарепрезентация А по-английски Это называется Theory of Mind Что неправильно Переводит Как теория ума Только Это ничего общего Не имеет Это способность Строить модель Психического Другого С большой буквы Д То есть Я должна Попробовать Встать на вашу позицию Понять Как вы смотрите На меня Условно говоря И говорят Что это Человеческое свойство Вот у людей Только По-настоящему Это есть Огромная литература Во-первых И это неправда А во-вторых Даже если мы решим Не дай бог Что это правда Тогда 95% Населения Земли Попадает В категорию Людей Большинство Людей Не способны К этой операции Большинство Они считают Что все Думают Так же Как он То есть И мысли нет О том Чтобы встать Иначе Не быть позиции Так вот Мы откапываем Этих Мы должны Откопать Такого У которого Подходящий Череп В смысле Достаточный Объем Для мозга Нашего типа Там есть Цифры разные Ну просто Нет времени Говорить об этом Подходящие руки Чтобы вот так Вот это было Потому что Из этого следует Штару Детруда Можно сделать Подходящая Гортань Так Все это Очень мило Но Из этого Не следует Уровень Этих функций Только очень Опосредовательно Опосредованно Потому что У неандертальцев Объем мозга Был больше Чем у нас Никто не сомневается В том Что наш мозг Мощнее То есть Здесь очень много Свидетельств Того что был Язык Нет и не будет Никогда Откуда они возьмутся Правильно Незапно Ничего нет Этого не может быть Речь идет О тех временах Значит мы можем Только реконструкцией Заниматься От того что у него Такая гортань От того что у него Такой мозг Из этого следует Что мог быть Сложный язык И Но Были например Такие работы По неандертальцам Кстати делали В американской Лаборатории Либермандел Они измерили Это все И сделали Синтез звуков Которые могли бы Произносить Неандертальцы И говорят Ну все С ними вообще Все дело закончено Потому что они Не могли произносить Звук Э Значит Они как бы Не люди Привет Эд большой А кто нибудь Кому нибудь Обещал Что обязательно Звук Э Должен То есть Здесь Теоретически Очень трудная Эта история Но когда Начинает Понимаете Мы застрянем На много часов Я просто вам скажу Сейчас надежда Появилась Потому что Из-за генетиков Если У существ Которых Откопали В геноме Находится ген Фокс Пи 2 Человеческого Типа Он на 2 аминокислоты Отличается От Того же гена Того же в кавычках Гена Который есть У других Животных Так вот Если есть тот Который человеческого Типа А мы знаем Что он Один из тех Кто обеспечивает язык Тогда Мы можем Говорить И то С оговорками И реверансами Что вероятно Это существо Могло говорить У нас никаких Прямых данных Нет и быть не может А из того Что у него Не такая гортань Причем без гортань А если язык Был жестовый Это одна из точек зрения Что языки были жестовые Сначала А потом стали Акустические Тогда при чем Здесь его гортань А из того Что он не делал Это рукой Чего Ну и что Другое Мало ли кто Что делает Он этот Ворон Чего Вытворяет А Эти самые Осьминоги Что вытворяют Ну Не в каждой Ноге По мозгу Хотелось бы Дополнить По этому вопросу Если муравьи Строят Там Какую-то структуру Это же Можно считать Что они Обладают мышлением Вот Позовите Терезникова Она Пусть Внуком Приезжает Про муравьев Когда идет Разговор Как и Про других Социальных Насекомых То Это как раз Сравнивают С мозгом Говорят Хотя и тут Противники Появились бы Говорят Каждый Отдельный Нейрон В нашем мозгу Сам по себе Ничего не знает Но когда они Командой То вот Чего получили Да Так же и там Каждый Отдельный Муравей Ничего не знает Но Кроме генетики Но В целом Они делают Сложнейшие вещи И не в сложный Социум Значит мы должны Признать Что это некий Коллективный Распределенный У них есть язык Открыстное мышление Только мы его Не понимаем Ну Ну Хорошо Я даже И пчелы И пчелы И пчелы Не имеют Вот ту женщину Которую Назвали Образно Морозьем Там Номер один Ну В принципе Основной Морозьем Очень много вопросов Очень много вопросов Хотел Громадное спасибо вам За очень интересный Доклад Спасибо вам Что слушали Я передаю Кюмакова Спасибо С пониманием психического Я встретил недавно Очень одну работу Достаточно серьезную Где вот есть утверждение Что Когнитивисты утверждают Карты Есть с рождения Схемы То есть То что По определению Нормана Вот Как вы относитесь к этим вещам Это во-первых И во-вторых Сразу два вопроса И сядут И все Наталья Петровна Бехтерева Всю жизнь свою Особенно последнюю Вы знаете Займалась Кодом психической деятельности И в своей работе Последнее Лабиринта мозга Она Уверовала Что Код психической деятельности Найти невозможно Хотя Применялась Применялась Самые Изощренные методы И математики И нейрофизиологии Это не поможет Она написала Бог есть Вы не пишете еще Вот такие вот заключения В своей книге Нет Я хочу серьезно ответить Без шуток То что Бог есть У меня нет никаких сомнений Потому что я Православный человек Не Невоцерковленный Впрочем Это я не к тому Что я там Как полагается Человек Ухожу У меня нет никаких сомнений В этом Я не вижу Мне еще часто задают вопрос А вы не видите противоречия Что вы ученые И одновременно Эти вещи параллельные Они не пересекаются Ни в одной точке Они не могут пересекаться Это разные истории Религия подразумевает веру Она не подразумевает доказательств Это разные правила игры Ну оставим это в покое Из Вегстрива Я общалась в последние годы Плотно Один на один Я даже не знаю Как это она Зачем она меня призвала Но я общалась с ней Короче говоря Она на меня Презвела очень сильное впечатление И более того Когда я с ней стала общаться То Мое мнение Не изменилось Я хуже относилась к ней До этого И она очень крупная личность И очень смелая Но может быть потому что Она так известна была Она могла себе позволить Хулиганство Понимаете Любой человек не ее уровня Он бы нарвался на то На что она тоже нарвалась Только ей наплевать И вы сказали Спятила Просто спятила Что она плетет Это не находится в рамках Научного дискурса Это вообще Это другое Ну хотите говорить Говорите Как бы это не интересно Ей было Поэтому она занималась Вещами на которые Очень мало ученых Отваживаются Например Пара Нормальные явления Экстрасенсорное восприятие Она занималась этим всерьез С нами С нами не в смысле Альфа Гамма Тета Понимаете А с нами В вашем Контексте Ну что здесь скажешь А психофизическая проблема Сейчас Нисколько не менее Острая Чем она была Когда были Беркли и Лок Она ничем не улучшилась От того Что у нас в руках Находится Не штангенциркуль А суперкомпьютер Понимаете Это не меняет Дела Мне не нужна информация Еще раз повторяю О каждом Из 120 миллиардов нейронов Мне не нужна она Насчет когнитивистов С рождения Когнитивной карты Надо открыть Я боюсь Что да Но это трудный Профессиональный вопрос Потому что нужно Очень тонко Построить Опыты Чтобы быть уверенным И кстати Такие опыты Наблюдения Я вижу Наблюдения Над Младенцами И над животными Они делаются Но Это очень трудно Продумать Такой опыт Чтобы сделать его Как бы Однозначно Тракторным Просто трудная задача Но я допускаю Это Понимаете Потому что Псуи поминали Пчел Смотрите Что делают Эти пчелы Она летит Себе Летит Наелась Вкусного Нектара Прилетает Обратно И танцем Заметим Степень Абстрагированности Она танцем Показывает Она дает Научную информацию Она дает Угол От солнца Под которым Нужно лететь К этому цветку И она им говорит Если кто не верит То вот тут у меня Есть пыльца Можете попробовать Дегустаторы Пожалуйста Это вкуснее Поэтому на эти Не летите На эти летите Что такое Но больше всего Меня знаете Что расстраивает Что она иногда Как бы говорит Устала я что-то Пойду я посплю Пожалуй Завтра утром Расскажу Где она хранит Эту информацию До утра Вы видели ее мозг Не видели Я тоже не видела Но я догадываюсь Где эта информация Это значит Долговременная память Куда она уложила Абстрактную информацию Я хочу понять Мы куда попали Про себя не надо Много думать Хорошие В общем вот так Такой мой ответ Я понимаю Что он нас не устроит Но Чего есть То есть Скажите пожалуйста Во-первых Огромное спасибо За лекцию Скажите пожалуйста Что вы думаете О достижении Искусственного интеллекта Возможности Переусходящих Возможности Человеческого мозга И о грядущей Достаточно обозримой Перспективе Технологической Сингулярности Есть ли у вас На эту тему Какой-то Да У меня Я очень плохо Об этом думаю Нет Правда Я считаю Что это серьезно Есть основания бояться Серьезно Потому что Это развивается Очень большими темпами Конечно Есть Один очень важный шаг Который еще не сделан Но я боюсь Что они его сделают Этот шаг Самосознание У данного Механизма В тот момент Когда некий Искусственный разум Осознает Что есть такая Не тем будет Помянута В данной аудитории Вещь Как я Нам крышка Потому что Если он Если он поймет Что Что он Это нечто Да Это значит Что у него Будут свои планы Свои цели И поскольку Его мозг Будет мощнее Нашего Мы не будем Входить в его Планы и цели Бред Бреб Блестяще Я писал эту ситуацию И недавно Тут были Фильмы Довольно серьезные Появлялись Помните этот человек Который Подключил Свой мозг Ко всему На свете Я кстати Я ходила На премьеру И сидела В зале сидела Человек 7 Кроме меня Днем Потому что Мне вечером Я днем пошла Сижу Это все началось Это описавня И какой-то голос Сзади говорит Сценарий Черниговская Писала Вот это Слава Заморочила Голос Представляете Как он бы обалдел Если вы Лучше сказали Надо людей Пожалеть А к себе Относиться С юмором Что я иди Можно Бог Троицу Лежит Последний Дело в том Что Как вы Относитесь К Митю Коку Дело в том Что В его книжке Будущее Разума 12 Нобелевских Лурядов Референции С которой Он дал Пост Книжки Это на самом деле Путь Тем Что Как идет Разведка Связанная С Менеджментом Майкл 12 Нобелевских Лурядов Четко Описано Все Как Вы К Немного Относитесь Вообще Как К Исследователю Митю Как Будущее Разума Нет Я понимаю Я не могу Ответить Как я К нему Отношусь Потому Что Я не так Много Знаю Именно Про О О чем Вы Говорите Я понимаю Но Именно К личности У меня Нет Ответа Ну Мне Надо Почитать Там И так Далее Не могу Ответить 2015 Я понимаю Ну Что Ну Плохо Дело Мы Как Б Можем Доиграться Вообще Нет Ну Что Вы Посмотрите Все Эти Гаджетные Вещи Которые Мы Уже Уже В этом Плену Находимся Я Име Ввиду Не Компьютерные Зависимости А Степень Прозрачности Нашей Жизни Это В этом Самом Венеции Купила Себя Венецианский Платок Да Открываю Компьютер Они У меня Говорят Платки Тут Вот Такие Я Выкупила В живом Магазине Не В интернете Откуда Эта Сволочь Знает Что У меня Платочки Интересуют Нет Просто Я Хочу Понять Как Это Значит Я Платила Карты Понимаете Значит С какой Скоростью Это Пошло Значит Известно Кто С кем Обедал Когда Что Ел Правильно Счета Вообще Куда деваться Еще Последнее Хочу Сказать Вот Мощность Которую Потребляет Наш Мозг Для работы Составляет Лампочку 25 ватт То есть Такую Лампочку Кроме Как холодильник Не найдешь Нигде 25 ватт Суперкомпьютер Современный Потребляет Энергию Небольшого Города Гигантскую Энергию Это Говорит О том Насколько Иначе Работает мозг Если ему Так мало Энергии Нужно То есть Деньги Которые Вкладываются В мозговые Проекты Конечно Вкладываются Правильно Потому что Какая нефть Там Принципы Другие Другие Принципы Нефто Надо Деньги Класть Ну Уже Не говоря О влиянии На сознание Конечно О чем Говорить Разумеется Это происходит Но что Работают Себе Службы Работают Крупнейшие Институты Лучшие Мозги Так что Что тут Бесспорно Это есть Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова